Ты точно напишешь? Чего ты боишься, малышка? Ну вот возьми. Нет, тебе осталось. Возьми, приедешь на Урал платить за себе, купи, как у той немки в госпитале, помнишь? Разве у нас такие бывают? Маму попроси, она сошьет. Мария Петровна, закругляйтесь, мне в штаб надо! Мне страшно, мать. Один из самых успешных спектаклей этого сезона «Фронтовичка» давно срывает кассы в Улан-Удэ. Билеты на постановку раскупаются за месяц до показа. Именно эту работу оценивали в рамках престижного межрегионального фестиваля конкурса «Новосибирский транзит». Безоговорочная победа и сразу две громкие награды. Лучший спектакль большой формы и лучшая женская роль. Такого не ожидал никто. Победы, конечно, мы не ожидали. Но надеялись. Ну, мы ставили какие-то свои внутренние ставки. Ну, конечно, мы все ставили на Светку, говорили, Света, ты лучшая, давай, сильнее жми. Мы возьмем лучшую женскую роль, но вот лучшая женская роль наша. Как нас приняли, приняли очень странно. Опять же, вот Москва, Улан-Удэ, Новосибирск, три разные публики. Она реагировала на каждую фразу. Везде хохотали, смеялись, хлопали. Действительно, артистов со сцены провожали бурными овациями. Сразу после выступления на сцене «Новосибирского глобуса» на фейсбуке появился вот такой пост. Спектакль «Фронтовичка» Сергея Левицкого в Новосибирске прошел успешно. Ура! Во время показа в зале раздавались громкие аплодисменты. Поклон сопровождался бурными и продолжительными овациями и криками «Браво!». Артистов долго не отпускали со сцены. Спасибо за теплый прием, Новосибирский транзит. Лично я переволновался больше, чем когда мы играли в Москве. Меня просто, меня очень трясло. Я там за кулисами бегал, дышал, вроде бы. Потом подумал, мы же играли этот спектакль уже миллион раз, все отрепетировано. Это победа для театра. И это, конечно же, огромное событие для самого города, для города Улан-Удэ. Потому что о городе Улан-Удэ, о театральном Улан-Удэ говорят уже, не будем скромничать, но говорят уже во всей России. В этом году на участие в фестивале было подано около ста заявок ведущих драматических театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. 16 из которых были показаны на фестивале. Напомню, в прошлом году члены экспертного совета «Золотая маска» посетили русский театр. В итоге фронтовичка вошла в лонглист фестиваля. Была приглашена на вне конкурсную программу «Маска плюс». Вне клишей шаблонов. Чем же покорила публику необычная постановка? Хочется верить, что необычной игрой актеров. Ну, наверное, покорил все-таки, конечно же, режиссурой, необычной сценографией, необычной формой. Может быть, честностью, искренностью, может быть, тем, что в этом спектакле есть действительно какая-то боль. Дополнительная программа фестиваля оказалась тоже не менее яркой. Мастер-классы обсуждения и капустники. Один из старейших театров «Новосибирский красный факел» даже показал пародию на бурятскую фронтовичку. Слушай, скажи, а вот мы с тобой уже четыре дня как бы знакомы, и до сих пор не переспали. Может быть, сейчас переспим? Слёжа, пошёл и шёл. Э-э-э-э-э, не ругайтесь, это ДК имени Октябрьского. А мы с тобой как-нибудь этот вопрос решим. Как-нибудь сценичество. Наталья Китаева, Александр Хомоганов. Первая альтернативная.